И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Олег Алавгудвин и мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. Как я говорил, мануальную терапию, мануальную коррекцию позвоночника, мобилизацию можно делать на сухую, то есть не разогревая человека. Но это отдельный случай. В качестве предостережения скажу, что с остеохондрозом, с грыжей надо поосторожнее сразу не греть из-за человека. Эти нюансы мы рассмотрим в следующих видеороликах. А сейчас мы будем переходить от общего к частному, от простого к сложному. От поверхностных мышц к более глубоким мимофасциальным блокадным спазмам где-то в глубине. Давайте с общего. Общее это прежде всего человек обращается к спинной. Самые частые случаи это именно спина, 90% случаев. Как разогревается? Любые средства массажа для этого пригодны. Начиная с классического и более усовершенствованная техника специального массажа, разработанного. Это мануальный массаж, который от классики отличается тем, что разогревательных приемов, разогревающих, там меньше. В классическом используется примерно от общего времени массажа, процентов 80. Мы от разогревающих методов используем где-то процентов 10-20. Воздействие жесткое, разминание на космосвязочный аппарат процентов где-то 60 используем. И используем еще процентов 30 остается это на всякие вибрационные техники. Вибрационные техники они разные. Об этом я вам отдельно расскажу, но что они позволяют сделать. Вот в разных проекциях мы вдоль позвоночника по паровиостебральным мышцам проходимся и растрясаем тело человека. Дело в том, что спазмы они рано или поздно поддаются с вибрацией и расслабляются. Есть специальные вибрационные столы, которые растягивают человека, которые там вибрируют. И у него расходится, шире становится пространство межпозвонковое. Диск даже выпеченный, ну это грыжа собственно говоря, он чуть-чуть втягивается назад. Но в данном случае я просто быстренько продемонстрирую. Вот в такой проекции вибрируем. Потом вибрируем. То есть это мы растрясали поперек позвоночника. Теперь растрясаем в ребер на позвоночную дугу, упираясь вот туда вектором под 45 градусов вперед. В него и вперед. Пропускаем область почек. Ну, там берега начинается. Плавающие два ребра ниже, да? Пропускаем. И вот дальше вот отсюда вот начинаем в него входить. То есть это уже и есть мануальная терапия. А подробно рассказать, да? Проверить прямо. Да, да. Значит, как они делаются? Вся техника, вообще все техники массажа желательно выполнять из вот этой точки донтянь, где находится вторая чакра, в которой я рисовал, да? Потому что мы работаем, это точка работника. То есть все слесаря, плотники, повара там, да? Вот они вот от этой точки работают. И мы на Союзе тоже. И мы энергию запускаем силы человека отсюда. Но, кроме этого, единственного приема, тут надо энергию запустить от пальцев в их ладонь, вот туда. То есть мы уперлись, и движение идет пальцами. Вот это сложно научиться с первого раза. То есть ни при чем я, если бы я плечом задавал, то я бы вот так вот трясу. Да, я трясусь кистью, да, движусь кистью. Очень хорошо проверить себя, когда вы, например, к осинке подойдете в лесу. Ну, такой толщиной, вот с руку, да, примерно. И вставить вот так вот, потрясливу за нее. Да-да-да, попробуйте себе. И с нее листья сыпались. Или, да, к яблоне подошли, яблоки надо осыпать. Осыпали яблоки. Вот тогда вы достигли мастерства. К орешнику подошли, осыпали орехи вот так вот. То есть вот, и при этом весь наш корпус, смотрите, находится над телом человека. Мы проецируем центр тяжести на ту область, в которой жмем. То есть в этот момент уже можно услышать некоторые хрусты в левяно-поздушном сочленениях. Как правило, хрустит вот в этой зоне. Следующий прием вибрации. Мы упираемся. А, мы начинаем все мы от крестца, кстати, да. Крестец это часть позвоночника, поэтому прямо на него становимся, и его растрясаем. Уходим в бок. Не нажмем на остистые отростки, потому что это, ну, просто говоря, больно. А у кого-то бывает и перелом, а так что это можно навредить. Так, это вот, ну, еще раз повторяю. Первый прием вибрации. Второй прием вибрации. Зажали пальцы свои, прошли мягкую зону, где почки плавучей ребра, уперлись. И теперь мы вибрируем корпусом в него, вот так вот. А рукой, как бы, второй, задаем движение. Угол, как бы, угол острее делаем, да. Вот так вот. Это уже процесс декомпрессии идет. Кстати, сразу замечу, что все наши приемы, которые мы будем приходить, проходить даже жесткие, которые на видео, там люди пугаются, пишут всякие злостные комментарии, на самом деле все безопасно, потому что мы только декомпрессируем позвоночник. То есть, что такое компрессия? Компрессия это сжатие и где-то идет защемление, да, ущемление нервов, тканей, там других, да. А мы декомпрессируем, то есть разжимаем. Поэтому все наши приемы безопасны. Так, второй полюбе. Третий прием. Рассресание с другим уже вектором получается. То есть, первый был вектор вот такой. Второй вектор был вот такой внутрь, да. Третий вектор мы подбиваем ассистые отростки большим пальцем. Подушечка большого пальца, она достаточно чувствительная. То есть, одновременно мы ищупаем, проверяем его блоки, диагностируем, да. Слушай, у нас хорошая спина, разметая. Вот тут вот есть небольшой облачок. Вот он сюда тянется. Спазм такой небольшой. Ну, грубо говоря, там есть мышечный тяж какой-то, да. Это какая-то шишечка. Гемангиома, жировик. В общем, все, что есть в теле человека, все подушечка пальца воспринимает очень точно. И с другой стороны мы делаем утяжеление второй рукой в этот пальц, да. И подбиваем каждый ассистый отросточек. То есть, получается, мы работаем сейчас в цилиндрической системе координат. То есть, ось координат это позвоночник, да. Цилиндрическая система координат имеет радиус такого круга, да. То есть, это не Декартовый системный координат, где ты не управляешь, понимаете, да. А в цилиндрической системе координат работаем. Еще раз повторяю. Дарим специально на палец, чтобы глубоко проработать расстояние между вот этой мышцей, этими мышцами, ну, на самом деле, парабертобральными, да, и ассистыми отростками, вот между ними мы входим. Входить можно как острием пальца, ну, особенно, если у вас ногти, конечно, так уже не надо делать. Тогда разворачиваем руку вот так боком, да. Если так у вас не получается, можете согнуть палец вот так по себе. Вот со сломанными пальцами, вы будете лучшими мастерами. Вот этой части, то есть, упираемся, да. То есть, на самом деле, не важно, как вам удобнее, как у вас получается, да. Еще раз показываю, с утяжелением подбиваем и растрясаем ротационно, получается, это ротация. Все позвонки. Следующий прием мы используем... Так, у меня там где-то был демонстрационный материал. Паузу поставьте, сейчас я буквально подойду. Так, продолжаем нашу тему. Дело в том, что вот демонстрационный материал, змеюка такая, да. Наш позвоночник и все наше тело, оно состоит из сочленений, которые должны быть достаточно мобильны и подвижны. Как вот змея, то есть, если она задает движение откуда-то, оно должно отразиться и на другой ее части. Чеготно, да? Нет, я просто так. Вот, да, ты вот потряс позвонком, это правильно показал. Вот как метод диагностики тоже это можно использовать. Например, мы берем крестец и начинаем легкие вот такие вот покачивания. И смотрим, докуда идет движение вверх и вниз. Как правило, если вот где-то есть блок, то дальше просто не идет движение. В данном случае у нас пятки двигаются, значит, достаточно свободная и мобильная эта часть. Теперь вверх смотрим. Вроде кажется, вторую руку щупаем, а тут подучки пальцев тоже очень чувствительные. Можно ладонь прищупать. Вроде кажется, идет движение до верха, да. Но на самом деле... Вот тут он прекращается. Вот дальше вот эта часть, как отдельный блок, как будто бы сюда вставили спицу. Для проверки можно... Для уточнения, вернее, диагностики, можно поближе поставить и направить волну. Смотрите, сзади все свободно. Шея понятна, там она перегнута, поэтому сейчас на меня не обращаю внимание. И также можно и в обратную сторону. Это тоже элемент вибрации, который, кстати, в домашних условиях можно использовать просто для самопомощи, или там помощи родным, да. Просто-напросто на крестец. Или на косточке, где подвздошная кость и позвоночник. Примежуток там, такая ямочка есть. Дай, я вот показывал. Вот сюда вот. Упираете ладонь, либо пятку. Например, человек лежит на полу. Смотри. Между этим костями есть достаточно промежуток. Вот сюда упираетесь. Человек лежит расслабленно. И вы его медленно покачиваете. Тут весь смысл именно делать медленно и спокойно. Ну, как правило, минут 10, так скажем, вибрация, но медленно. Минут 10, и у человека проходит поясница. Ну, можно 15 минут. Где-то там какие-то позвонки подровнялись. Может быть, не щелкнули, но они чуть-чуть мобилизировались, встали на место. Так, теперь, в подготовке вот этих наших массажевых приемов к дальнейшим манипуляциям мануально мы используем еще какие-то вибрации. Кулаком, то есть уже сходим дальше пожестче. Опять же, крестец растрясли, спустились мимо систых позвонков. Вот этими косточками достаточно глубоко проминаем и проходим в позвоночник. Ну, точнее, не позвоночник, а это пара безобразной мышцы, которые прикрывают ребер на позвоночную дугу. Она здесь видна, вот если я отведу, то в сторону мышцы вот. Можете подойти пощупиться, захотите. Вот эти вот косточки. Чувствуете, да? Вот я ее отвел, вот смотрите, вот они. Вот они будут эти замыкания. Соответственно, тоже не обольщайтесь хрустного, позвонок хрустного, не позвонок хрустного, а реберно-позвоночное сочинение вот оно хрустного. Во-первых, убирается межобежонная невралгия, а во-вторых, если позвонок развернут, то и в эту сторону, в это сочинение, и в обратную сторону сочинения, оно тоже влияет. То есть поправили ребром, позвонок ложится на место. Понимаете, да? Так. Далее, вибрация. Опять же, этими костяшками пальца внедряюсь между паравертебральными мышцами и остительными отростками. И вот в этой ямочке с утяжелением, видите, вторая рука утяжеления делает, достаточно сильно растрясаю. И в ту, и в обратную сторону. Ну, желательно, заметьте, что все наши приемы в основном идут снизу вверх, а точнее, от места крестца, или 5 с 1 соединения, да? То есть вот это сочинение, где крестец начинается. От этой точки мы все наши приемы введем вверх и от этой точки вниз. То есть если мы начали отсюда, то вверх. Понимаете? Если шею, то тоже вверх. Ну, при растяжении, но кроме массажа, массажа его вниз. А здесь ноги, тазовый костик, все тянем вниз. То есть вот эти точки, это как бы наш камень прескновения. Сюда и сюда вверх. Так, следующий прием. Растирание боктевые. Когда мы растираем, смотрите, тело человека, вот видите, уже ходит ходуном. Как ты говорил, змею показывал, да? Вот так она вся должна ходить. Значит, человек размяг, расслаблен, это уже очень хорошо. Следующий прием. Я их уже не имею одну в одну руку. Это руку расставляем здесь. Для правильной техники, смотрите, лучше всего переднюю руку убрать, потому что вы уходите здесь, чтобы его под лопат не бить. А с этой стороны максимально раскрыть, расслабить и трапецию тоже растянуть. Для этого плечо опускаем сюда, можно не спустить, а голову разворачиваем в одну сторону, потому что она раскрылась здесь. То есть, если мы говорим про локтевые техники дальше, мы декомпрессируем еще всем корпусом, растягивая позвонки. Раз, два, три, и шесть, причем тоже четыре. Подготавливаем. Раз, два, три. На техниках массажа я поподробнее про это говорю, сейчас долго останавливаться не буду. Следующая вибрация, опять декомпрессионная. Мы упираемся в крестец, а все, что выше, растягиваем вверх. То есть, второй наш локоть, он чуть повыше находится, чтобы не передавить на астестные позвонки. Но они практически параллельны. И мы двигаемся вот так, растягивая корпус человека. Демонстрирую. Вот. В этот момент тоже уже можно будет услышать хруст. Ну, и следующая декомпрессия, это опять мы упираемся в крестец и просто всем своим весом растягиваем человека. Я сейчас специально буду хрустить, чтобы мы потренировались. Растягиваем его вверх. Еще какие вибрации. С крестца спускаемся вниз. То есть, на самом деле, очень сильная кость. Ее можно давить, прыгать на ногами, вставать, бить кулаками. Человеку, он так спасибо скажет. Не бойтесь. А вот, когда сошли на позвоночник, там, где лордоз, ну, кифоз лордоз, что такое, там, как раз, осторожнее. Там мы раздвинули пальцы, ну, любые, либо вот эти, чтобы астеста отростки не касались, да, либо вот эти, с утяжелением захватили руку и ротационно его позвоночник, позвонки, видите, растрясаем уже глубоко в глубине паровестебральных мышц. Опять снизу вверх движение идет. Так, для подготовки, в принципе, этого достаточно. Есть еще, знаете, воздействие на косые мышцы и квадратные мышцы, которые к нижним лёбрам, от прозвучных костей, к нижним лёбрам, плавающим, цепляются. Вот они когда сжатые, это у человека сразу 100% сколиоз начинается отсюда. Сразу идет изгиб. Для этого мы немножко растрясаем, это вот, конечно, не вибрация, но я вам покажу. Вот мы входим и разминаем, эти мышцы растягиваем, купюры с локтем в подвозженную косточку и постучали ее. Декомпрессируем только в другую сторону теперь, вот туда. Единственный другой прием. Далее, смотрите, ну давайте, раз у нас тема вибраций, мы еще захватим немножко скручивания, то есть мы можем теперь, если здесь мы опасались, что нажмем, когда вот это вот делали, на ассистой отростке локтем, то здесь мы не локтем нажимаем, а мякоть у нашей, нашей предплечья. Растягиваем все его тело с вибрацией. Кстати, не бойся, можно еще и шеве тоже. Растянуть и промять. Не поломается, не бойтесь. Вот уже такое широкое, да, широчайшее движение. И потом присели чуть-чуть, схватили за бедро, за косточку желательно, либо бедро, либо подвозженную косточку. А с этой стороны, в ребра так снизу уперлись. И растянули его в одну сторону, и в другую сторону. Ну, смотришь, соответственно, симметрично. Тут под ребра, а тут под бедренную кость. По ардигональю его раздавили, декомпрессируя. Вот. И как я говорил, мы ведем от общего к частному. Далее мы перейдем к непосредственным манипуляциям и воздействиям на кости. Но об этом я вам расскажу в следующем видеоролике. А вы смотрите, не смотрите наше видео, по видео ничего не научитесь, пока не придется к нам на тренинг. С вами был Олег Калавкудлин. Субтитры сделал DimaTorzok,